Всем привет! На связи Неблогер Вован и сегодня я вам расскажу, как я попал на деньги. Почему у меня так получилось? Вот слушайте. У меня на автомобиле противотуманные фары стоят. Я этими противотуманными фарами постоянно пользуюсь, потому что нужно, чтобы включен был габаритный свет, либо ближний свет, либо противотуманные фары. Так вот, у нас погода в тот день была достаточно холодная, сначала с утра, а потом пошел дождь со снегом. И мы возвращались с супругой домой с работы. Очень много луж было в городе, вода, снег, холод, ветер, фары горят. И тут я вижу, что впереди автомобиля была большая лужа, но ее можно было объехать. Я такой думаю, объехать или нет, а потом думаю, весь грязный, дождь идет, снег, думаю, обмоется немножко хотя бы бампер. И на всей скорости в эту лужу раз и заехал прям. Заехал, дворники включил, стекло чистенькое, едем дальше домой. Едем, думаю, как там приедем, ужин, что будем кушать, то, третье, десятое, ну любые проблемы, которые каждый человек там думает, то есть огоняет в голове мысли. Приехали мы, значит, домой. Я думаю, надо взять, протереть фары, потому что завтра с утра опять ехать, а высохнет грязь. И не будут они так светить, как должны. Беру тряпочку и начинаю вытирать. И у меня просто в глазах такое сразу полетели денюжки, потому что каждая фара стоит оригинальная 5000 рублей, а не оригинальная 2000 рублей. Они лопнули крест-накрест, обе, две, просто взяли и лопнули. То есть никогда, ни в коем случае, если очень холодно на улице и такой вот межсезонье, есть лужи, никогда не заезжайте в лужу с включенными фарами, особенно противотуманками, чтобы на них не попадала холодная вода. И они лопнут, просто возьмут и лопнут. Так вот, не повторяйте мои ошибки. И прежде чем перед лужей объезжайте, либо потихоньку, чтобы вода не попадала, либо выключайте фары. Но я не знаю, это, наверное, выключать не получится, потому что свет должен быть постоянно включен. Вот такая вот история приключилась со мной. Ну всё, всем пока! Субтитры подогнал «Симон»